Друзья, всем привет, с вами Никита Дилой и сегодня мы рассмотрим такую фигню, как создать груз в ETS2, ну или в ETS, в принципе, это тоже подходит. Как сделать так, чтобы у вас появился заказ в определенной точке, с определенным пунктом назначения, вплоть до конторы, и груз был именно тот, который вы сами хотите. Для чего это может понадобиться? Это может понадобиться, если вы хотите просто проехаться по определенному маршруту, например, это может понадобиться для проведения каких-то конвоев и совместных покатушек, то есть вы сами делаете себе грузы заранее, одинаковые, чтобы ехать конвоем с одинаковыми грузами, это, скажем так, один из способов просто тупо сгенерировать всем одинаковые грузы. Или вы, например, хотите повыбивать ачивки из стима, и чтобы не искать пока определенный груз на определенную ачивку вам попадется, просто генерируете себе их и все работает. В общем-то, есть довольно много способов, как это делать, я покажу два, которыми пользуюсь сам. Первый вариант, которым мы пользуемся, это сервис трекбук. Это, если мне не изменяет память, чешской, короче, сайт, чешская контора, в которой вы можете создать свою виртуальную трек-компанию, набирать туда людей, она, в общем-то, считывает вашу статистику всякую. Вот у нас есть своя компания, пьяные бурундучки, тут вот есть несколько людей, которые с нами постоянно катаются, да и, в общем-то, все поездки здесь сохраняются. Вот, например, у нас был большой конвой, видите, на дизель, точнее, мы, опять-таки, ачивку выполняли компашкой, и здесь это, в общем-то, все отображается. Ну ладно, мы не об этом, если что, ссылочку на трекбук я оставляю в описании, разумеется, и там ссылочка будет на нашу компанию, если вы очень хотите, то можете в нее вступить, и присоединиться в дискорде, и ездить с нами. Правда, если вы неадекват, то лучше не надо, и сначала там в дискорде правила почитайте, да, на всякий случай. Ну ладно, речь не об этом, соответственно, что нам надо? Нам нужно зарегистрироваться на сайте, если вы не умеете читать и не умеете регистрироваться, то лучше закройте это видео и сходите в окно. И после всего этого, как вы зарегистрировались, нужно скачать трекбук клиент, по кнопочке скачать, так как он у меня скачен, я этого делать не буду, я его просто открою, он у меня уже установлен. Соответственно, есть вот такая замечательная приложуха, настроечки, все выбираете абсолютно под себя, здесь есть три кнопочки запустить ETS, ATS и мультиплеер, бортовой журнал в вашей сегодняшней поездке отображает, в общем-то все хорошо. Компания для премиум аккаунта и мой вам совет не брать премиум, потому что от него толку никакого нет, хотя стоит он копейки, но я один месяц с ним поездил, короче смысла нет. В общем-то есть у нас трекбук клиент, мы возвращаемся на сайт и на сайте есть диспетчерские, можно добавить доставку. Важно понимать, что вы должны быть в компании диспетчером, тогда вы сможете добавлять доставки, еще вам нужно просто так один груз проехать, чтобы вам засчитало, вот например вот этот товарищ The Noob, он не проехал с трекбуком ни одного груза, поэтому мы не можем ему добавить никакого груза, а вот себе я могу и всем остальным практически тоже могу, потому что они уже ездили. Здесь соответственно все просто, здесь юзер френд для меню, выбираете абсолютно любой груз, давайте мы в АТСку это сделаем, почему бы и нет, выбираем все что угодно, например мы хотим дорожный каток, просрочка это соответственно сколько этот груз в игре будет доступен, я обычно ставлю 144 часов, здесь именно так склоняется, ну сайт чешский, перевезен роботами. Название грузов кстати не соответствует тому, что будет в игре, потому что в игру грузы добавляли, переводили на русский одни люди, а здесь на сайте переводили другие. Короче мы хотим взять например дорожный каток, и я сейчас проводил стрим, и мы были в городе Сакраменто, и он у меня точно открыт, возьмем компанию Plaster & Sons, и груз например будет в штат Юта, в город Прайс и компания Plaster & Sons тоже, почему бы и нет. 815 миль планируемое расстояние, он как-то сам считает, иногда ошибается, но нам это не важно, нажимаем соответственно кнопочку отправить, он у нас здесь появился в списке доставок, и теперь он в программе в диспетчере тоже появился, мы нажимаем на кнопочку принять, и выбираем профиль для доставки, у меня здесь два профиля, один на русском для оффлайна, один для мультиплеера, мы его закинем в оффлайн, по русски он не отображается, да и это не важно. Нажимаем кнопочку добавить, и оно соответственно добавляется, приложуху мы сворачиваем, браузер закрываем и запускаем игру, вообще можно ее даже запустить, чтобы было прям совсем четко, через приложуху, почему бы и нет. Соответственно после чего мы залазим в наш профиль, если он конечно залезет, теперь когда мы выбираем меню грузы, в прямых перевозках он должен у нас появиться, находим правда город Сакраменто, и вот он, дорожный каток из Сакраменто в прайс, из Plaster & Sons and Plaster & Sons, и 144 часа он еще действует. Есть важный друзья момент, если вы готовитесь к мультиплееру, то вам нужно сначала зайти в мультиплеер, подключиться к серверу, переместиться в город, из которого вы собираетесь стартовать, потом выйти из игры и тогда добавлять этот груз себе в игру. Потому что при заходе в мультиплеер у вас новое время будет, если вы сутки не заходили, то игровых 144 часа за это время пройдет, и этот груз просто тупо исчезнет. При перемещении между гаражами тоже сбрасывается все это дело, они заново все делаются, поэтому он у вас пропадет, поэтому перед конвоем сначала вы зашли в мультиплеер, синхронизировали время и место, и только потом выходите из игры и добавляете все это дело в игру. Но друзья, тракер бук немножко глючная хреновина, иногда ломает сейвы, поэтому мы постепенно от нее сейчас будем отказываться. И мы переходим ко второму способу. Второй способ это программа Virtual Speeditor. Я думаю, что мы даже в мультиплеере это все дело проверим, как работает. Заходим в мультиплеер ETS, 6 лет тракер с MP, сегодня появилась такая штука, поздравляем их с этим, реально годный проект. В общем-то загружаем нашу любимую АТС, подключаемся к нашему профилю. Как я уже говорил, в мультиплеере надо сначала подключиться к серверу, чтобы все хорошо работало. Смотрите какой классный у меня грузовик, мы по дороге дураков кошмарили людей на них, да, бандой. Банда идиотов на самых розовых, самых ущербных ренохах. Ладно, нам сейчас это не интересно, давайте нажмем в путь, чтобы подключиться к серверу. И вот, соответственно, мы на этот самый сервер вошли, все подсоединилось, все работает. Мы находимся сейчас в городе Оснабрюк, не знаю каким хером нас сюда занесло, но и не важно. Следующее, что нам нужно сделать, это сохранить игру, причем через быстрое сохранение желательно, чтобы не париться с сейвами. По умолчанию это кнопка Scroll Lock, у вас она может быть изменена, если вы меняли, а если не изменена, то должна быть Scroll Lock. В общем, нажимаете ее и у вас сохраняется игра, в левом верхнем углу показывается сохранение. Далее выходим в меню и игру можно свернуть, из нее выходить даже не надо, ее можно просто тупо свернуть. И дальше уже от имени администратора распакованный ранее скаченный Virtual Spenditor вы открываете. В первую очередь вам нужно загрузить профиль, ввести путь. Соответственно, находите путь к вашему профилю и папочка QuickSave. Ее проще всего найти, чем эти автосейвы редактировать, поэтому QuickSave это ваш выбор. Я же не просто так сказал про быстрое сохранение вначале. Нажимаете кнопочку загрузить, оно иногда немножко может тупить, не мешайте ему работать, пускай он загружает, потому что если он повесится, то он повесится намертво. Соответственно, что у нас здесь появилось? Есть фильтр по стране, но нам он не нужен. Если вы нажмете здесь, например, Германия, то соответственно в пункте назначения у вас будут только немецкие города. Не знаю, зачем это надо. И соответственно, компания тоже самое. Но мы этого делать не будем, мы поставим All. Нам нужно теперь выбрать пункт погрузки. Здесь все города прописаны так, как прописаны в игре, по-английски. Именно так надо их выводить, когда вы хотите переместиться через GoTo, через консоль. В общем-то, вот они все эти названия. Что замечательно для этой приложухи, это то, что если у вас к сейву подключены в одиночке какие-то модовые карты, например, ProMods, Rusmap и у вас максимальный маршрут может быть на миллион километров, то вы можете его здесь спокойно создать и взять потом. И ехать целых 100 миллионов часов, чтобы проехать этот маршрут. Но сейчас нам это не интересно, нас интересует город Оснабрюк. Мы выбираем его и любую компанию, например, Еврогудис. И давайте сгенерируем маршрут, например, в Палдиске, на цементный завод. Грузы, увы, тоже называются по-английски, поэтому, в общем-то, то ли учите английский, то ли делайте что-нибудь по-другому. Давайте вот Floor. Насколько я знаю, это значит мука. Здесь можно выбрать какой-нибудь трейлер, который будет по дефолту. Но вы знаете, что когда вы приезжаете за грузом, вы можете его все равно менять, поэтому это неинтересно. А также можно выбрать срочность. 0 это обычный груз, 1 это важный груз, а 2 это срочный груз. Давайте поставим срочный просто так, потому что нам нихер делать. Мука на цементном заводе очень нужна, и это вполне логичный груз. Мы его добавляем, нажимаем на кнопочку «Добавить груз». Почему-то написано 0 километров, я этому не верю. Но да ладно, иногда такое бывает. Нажимаем, соответственно, на кнопочку «Сохранить». И оно сохраняется, и как только здесь появится файл «Сохранен», можно, в принципе, из этой программы выходить и в ранее свернутую ETS-очку обратно заходить. После чего, когда вы уже обратно сюда зашли, мы заходим в «Сохранение», нажимаем «Загрузить игру», и загружаем «Быстрое сохранение», как ни странно. И мы опять находимся в «Оснобрюке», потому что мы никуда не ездили. Далее заходим в «Грузы» и в «Прямые перевозки». Нас интересуют грузы из «Оснобрюка», и вот он, вверху, мука, срочный груз в город Палдиски, на цементный завод. Соответственно, берете его и едете. Если вы все в вашей компании сделаете все одинаково, то, соответственно, грузы вы тоже поедете и повезете одинаковые. И будете выглядеть, как нормальные пацаны. А если вы Федя, то, простите, вырвалось. В общем-то, вот так вот это работает. Применений этого множества. Есть еще различные способы, но, как по мне, это самые простые и самые эффективные. У меня, в общем-то, на этом все. С вами был Никита Дилей. Если этот ролик показался вам полезным, не поленитесь влепить лайк. И можете какой-нибудь комментарий написать, я буду рад очень. Всем, в общем-то, спасибо за просмотр. Всем всего доброго. Пока-пока.